Все тем же дольником написано. Есть стихотворение Анна Ахматова. Козлов будет очень близкое повремяение, но сильно разнящееся по содержанию. Давайте разбираться. Все угрожники здесь, лубницы. Как невесело это вместе нам. На стенах цветы и птицы. Тамянца по облакам. Ты куришь черную трубку. Так станет дым над ней. Я надела узкую юбку, чтоб казаться еще стройней. Навсегда забиты окошки. Что там, изморозь или гроза? На глаза осторожной кошки похожие твои глаза. О, как сердце мое достойно. Не смертного часа жду. А там, что сейчас танцует, непременно будет в аду. Страшные стихи. Так, чем страшны? Я специально подбираю вам непростые примеры. Концом страшно. Концом страшно. Словно. Нет, правда. Правда, не принимает. Правда, не принимает. Те, которые сейчас радуются жизни. Так, та, которая сейчас радуется жизни, будет в аду. Так, давайте разбираться. Стихи сложные, стихи трудные. Давайте начнем с размера. Это самое хорошее, правда? С размера. Отлично, молодцы. Давайте попробуем доказать. Все мы вражды здесь блудницы. Похоже, скажем, на анапис? Нет. Чем-то похоже, но чего-то не хватает. Почему это не я, скажем, или не хорей? Потому что там есть два промышленных, и ударение правильное, и последнее для ям, 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 ям. Для ударения правильного. Ну, смотрите, да. Как не весело вместе нам. Прямо нам? Это точно не весело. Так, да я бы не весело. Согласен. Прямо, это? Нет, это не силобатроник. Это не силобатроник, а вот мы знаем. Не подходит, а не для каких проблем? Давайте дальше. На стенах цветы и птицы. Такой вот пропуск в силобатронике не наступил, чтобы было ударение. Поскольку не подходит ни один трёх слов, трёх слов, и не подходит ни одного, а на третьей стороне оказывается, что не подходит ни один из двух слов. Это что ещё интереснее? Та мясо по облакам. Что делать? Это не дольник. Та мясо по облакам. Ну, вариант тоже не дольника? Это... Конечно. А это акцент не сил. Нет, за дольник. Почему не годится для акцентра стекала? Даже угодится. Там у меня акцент. По облакам. По облакам. Перед нами нормальный... Дольник. Пропуск ударения. Пропуск ударения. Да. Только вдольники тоже оказываются возможные пропуски. Почему не она беспонятна? Хотя очень похоже. Первые две строчки вообще одинаковые. Третья строчка совсем не похожа. Если мы попытаемся прочертить сетку, что мы получим? Третья строчка. На датах ты не могу совсем? Нет, сам по себе вместо пары. Ой. Все равно. Афибрахи, афибрахи... Еще чепуха? Ну да, чепуха. Значит, дольник. Ударение неустойчиво. Между двумя ударными, до один без удара, до два. Между двумя ударными, то один, то ли два. Перед нами дольник, конечно. Дольник. Ты куешь черную трубку, так странен дымок над ней. Я надел черную юбку, чтоб казаться еще стройней. Это дольник. Это нормальный дольник, который ввел в оборот. Александр Блок, помним. И охватов, и кумилев его с радостью подхватили. Им понравился этот размер. В тольнике может, как мы помним, встретиться случайно строчка, скажем, ямбал. Может? Да. Конечно. Афибрахи может? Может. Может. Пионы не может. Это правда. И ко всему прочему мы узнали сейчас, что могут такие странности, как пропуск обязательного удаления и вдольники. Хотя, конечно, это большая редкость. Теперь давайте разбираться с этажами. Что бы это могло значить? 1 января. Прекрасно. Значит, это под Новый год. Некая встреча под Новый год. Все вы бражники здесь. Это кто? Бражники. Кто? Бабочки. Бабочки. Нет. Бражники. Это пьяницы. Они любят брабочку. Так. Бражники. Бражники. Глубницы. Глубницы. Это… Пожалуй. Ну, еще позже, чем пьяницы. Правда? Да. Итак, бражники и глубницы собрались здесь. То есть, какие-то решки. Так не весело, так не весело, как и месено. Так не весело, как и месено. Казалось бы, первый января вас веселились, радоваться же. им не весело на стенах цветы и птицы томятся по облакам это как? конечно это картины роспись на стенах а почему им тоже не весело? они по облакам что делают? томятся то есть на сумму штургах конечно их надо выпустить наружу перед нами картинка которую Ахматово описывает подвал одновременно кафе бродячая собака кто был в Петербурге знает что сейчас этот кафе восстановлен кафе бродячая собака которые и Ахматов, и Гульдов, и Матерштам были частыми гостями это подвальное кафе почему на стенах цветы и птицы томятся по облакам? они как будто бы хотят вылететь да? но не могут дальше все проще есть ты, есть я я надела черный юб чтобы казаться еще стройней есть ты, есть я, есть ты, есть я и дальше навсегда забитые уши что там за окном? изморозь или гроза? они это не знают, потому что неизвестно что они в другом пространстве они в другом пространстве правда? поэтому все пространство устремляется вот сюда на тебя, на меня на глаза осторожные кошки похожи твои глаза темно может быть? может быть темно а может у него зеленые глаза? может быть у него зеленые глаза согласен, да? еще? но ясно, что взгляд героини замкнут вот в этом пространстве ей куда больше не остается обратиться как только глазам собеседника и значит в этом замкнутом пространстве тоскливо и печально не весело вместе нам помните? и в финале как мое сердце тоскует бессмертного часа что? ничего себе казалось бы, ну вот, празднество радоваться надо а тут вот это самое крутое пространство вырождая тоску тоску страх печаль отчаяние конечно и последний взгляд а та что сейчас танцует непременно будет в аду еще одно пространство еще одно пространство появилось самое страшное пространство адское это веселый ли этот новый пилот? да да веселый очень веселый очень веселый с иронией, да? скажем мы совсем не веселый конечно совсем не веселый и посмотрите да веселый 1913 год это не случайный год в этот год многие пророчили России гибель а вместе с Россией всего мира некий гибельный год отложите это пока себе в памяти мы не будем это задействовать не нужно но 1913 гибельный год хотя бы потому что в 1914 году началась Первая Мировая война в 1913 все вернет В 1913 году в 1913 у года году отложи